Открываем 11 главу, которую вы все читали дома, я надеюсь. На всей земле был один язык и одно наречие. Замечательно, правда? Ну это же здорово, когда один язык и одно наречие. Все друг друга понимают. Двинувшись с востока, они нашли в земле равнину и поселились там. Вот надо вот что сказать. Во-первых, современные исследования лингвистов и языковедов имеют много сторонников такой версии, что действительно все языки произошли из одного протоязыка. И центр, откуда пошло распространение и уже разновидности других языков, примерно в той же области, о которой мы сейчас будем рассуждать. Это Междуречие, Месопотамия. То есть та область, которая известна своими наидревнейшими артефактами цивилизации. Шумерской, Халдейской, Павилонской и так далее. Бетописатель сообщает нам о том, что на всей земле, надо полагать, что на всей обитаемой земле, потому что если в этот момент где-то там на Чукотке еще человечество не жило, то, соответственно, конечно, не о ней идет речь. При этом выражение «Был один язык» в еврейском тексте звучит так. «Одни уста, как орган членораздельной речи и одно наречие». То есть одна и та же материя и форма речи были у всех людей. Факт первоначального единства человеческого языка, как об этом говорит Библия, как я уже сказал, подтверждается версиями многих, предположениями многих лингвистов и языковедов. Об этом говорят сродство языков, общность многих корней, в двух главных ветвях человеческой расы, семитской и индогерманской, или, как некоторые говорят, индорийской. Что, по мнению этих ученых, почти не оставляет сомнения в том, что эти две главные разновидности некогда вышли из одного общего первоисточника. Каков был этот первобытный язык первобытного человека, мы, конечно, не знаем. Наука об этом не может судить твердо, но только предположительно. Например, мнение таких древних писателей, известных, как Ориген, Блаженный Ироним, Блаженный Августин, Деодор, Евсевий и некоторых других, склоняется в пользу первенства одного из семитских языков, так как такие первобытные имена, как Адам, Ева, Каин, Сиф и т.д. имеют семитские корни. Ну, надо сказать, что это не только тот язык Библии, который мы знаем, еврейский язык, но и языки многих других древних народов, вавилонян, халдеев, кушитов. К числу современных семитских народов, например, относятся и арабы, чтобы вы знали. Арабы и евреи – это родственные народы. Мальтийцы, потомки древних представителей южной подгруппы южных семитов в Южной Аравее, Махрии, Шахрии, жители острова Сокотра и других. Также ряд народностей Фиопии и Осирийцы. Это все семитские народы. Народы семитской группы. Двинувшись с востока, повествует Моисея, но так как мы знаем, что Ковчег остановился на горах Араратских, то, глядя на карту, мы можем задаться вопросом, почему же с востока, когда Арарат у нас вот, подождите, да, вот здесь вот у нас, вот Армения, двинувшись с востока, получается, что как бы с севера востока, сюда двинувшись, да? Ну, так или иначе, это не совсем как бы с востока. Однако, на языке Библии, который рассказывает о передвижении людей, масс людей, народов, не всегда мы встречаем точность уже там, знаете, до градуса, до ромба, каким курсом они шли. Поэтому такое расхожее выражение, с востока пришли, с запада пришли, оно в Библии встречается довольно часто. Например, пришли волхвы, увидев звезду на востоке. Помните это выражение, да, когда мы читаем повествование о Рождестве Иисуса Христа? Звезда на востоке, где на востоке, увидевшую звезду? Где? Может быть, они жили здесь, и где-то на востоке звезду увидели? Чего же они-то сюда пошли? То есть, здесь можно много чуть домысливать, с туристовых теорий, и поэтому цепляться, вот к тому выражению, что пришли с востока или двинулись с востока, не следует, потому что мы видим в контексте библейских рассказов, это как бы, ну, всегда, как правило, всегда не очень точно, не очень точное понятие. С другой стороны, это выражение с востока дало повод некоторым исследователям думать, что под Араратскими горами, разумеется, не Арарат и Армения, вот та область между Черноморием и Каспийским морем, да, где Кавказ, но некая высокая гора в кряже Гендукуша, к востоке от Тигра, то есть там, вот уже в сторону, в стороне Афганистана. Согласно, почему такое мнение у них родилось? Потому что, согласно Ассиро-Вавилонскому сказанию, это некая гора Низир, на которой остановился корабль Ут-Напестима после потопа. То есть, у них есть свое сказание в Северном потопе, там речь идет не о Ной, а о персонаже с именем Ут-Напестим. Но, в общем-то, мы с вами об этом уже говорили, что у многих, и особенно древних, таких развитых цивилизаций, есть свои сказания о потопе, ну, с какими-то своими трансформациями немножечко. И поэтому некоторые предположили, что это конкретно именно на востоке находилось, Месопотамия или Синар как раз лежат к западу от этих гор. Но, мне кажется, вот такие гадания, они не столь существенны, не так важны, чтобы в них серьезно углубляться, потому что суть-то не в этом, да? Вот, как вы понимаете. Факт тот, что с того места, откуда люди расселялись, где Ной высадился со своим семейством, и потом от них, видимо, начали плодиться, размножаться люди, из этих семейства, они двинулись вот как раз к этой области, в которой есть Междуречье, Месопотамия. Придется опять вставать, рискуя стулом своим, но лишний раз хочу показать. Вот это вот Месопотамия, вот она область, Междуречье, река Тигр и река Ефрат. Как раз здесь был Сат-Эдемский, как мы помним, мы об этом говорили, потому что две эти реки, они, их название сохранились, другие географические координаты до нас не дошли, может быть, названия изменились, мы не знаем, но сами две реки, они обозначают то пространство, в котором был и Демский сад. И вот эта область, это древняя область, где древние цивилизации оставили свои тысячелетние артефакты, которые вглубь веков, в частности, шумеры были такие цивилизации, она располагалась вот здесь, вот юг Месопотамии. Как раз видите, здесь краешек моря, краешек залива, по-моему, Армудский залив, я не ошибаюсь, но может ошибаюсь. Короче, это тот самый залив, который уже выходит туда, к Индийскому океану. Вот Аравийский полуостров, где Аравия, и вот здесь, вот здесь, как раз таки, та самая область, где жили древние халдеи, где была шумерская цивилизация. Итак, с гор Араванских люди пошли на восток. Вот на восток это сюда, можно сказать, на юго-восток. Сейчас мы с вами немножко поговорим о Вавилонской башне, а потом перейдем к истории Авраама. Я хочу опять-таки показать, что Авраам, вернее, его отец, был родом как раз вот отсюда, из Ура-Халдейского. И Авраам был его сын. И они вместе с Авраамом отправились в путь вот сюда, где современная Алеппа. Наверное, карту видят, да, по политическим событиям. Алеппа, вот чуть-чуть севернее Алеппа находился город Харран, куда они пришли от Ура-Халдейского Харран, а потом спустились уже в Палестину. Ну, об этом чуть попозже поговорим. Итак, люди пришли в землю Сеннар, это та самая земля, о которой я вам рассказываю, Месопотамия, Междуречи, и поселились в ней. Выйдя из своей гористой области, потом Киноя, пройдя вниз по течению Тигра и Фрата, оказались в этой стране Вавилонской, на котором я только что тыкал указочкой. Третий стих, и сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем. То есть, люди научились делать, можно сказать, камни самодельные посредством изготовления нужной формы изделий из глины и обжига. Кто не знает, расскажу. Когда мы были маленькими детишками, мы брали глину, лепили из нее все что угодно, потом в костер, и действительно обожженная глина, хоть там трескалась, рассыпалась, но это уже, это керамика. И вот керамические изделия уже в виде кирпичей научились делать древние люди. Здесь также говорится о земляной смоле. Как вы думаете, что за земляная смола? Да, очевидно, какая-то тяжелая фракция нефти, наподобие битума, из которого делает современный асфальт. То есть, добавьте в эту густую массу, добавьте туда песка, мелких камушков, щебенки, вот вам и асфальт. Если это все плотно трамбовать, каточками катать, получается асфальт. И вот эти два вида строительного материала, это были новые, можно сказать, прорывные, если можно так выразить, технологии, в плане строительства. И умение уже использовать эти новые продукты, такие как кирпич и земляная смола, позволило людям заняться строительством уже многоэтажных сооружений. Четвертый стих. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. вот что в этом намерении вам сразу в глаза бросается. Сделаем себе имя, прежде чем расселимся по земле. Прославимся. то есть, как бы своему могуществу, своему уму, вообще всем своим человеческим достижением создадим памятник. Но заметьте, ведь какого выражения построим башню до неба. До неба разве можно построить? Ну, это может быть образное выражение. Но мне кажется, в этом намерении построить башню до неба был еще некий вызов. Как бы человек согнан с неба на землю за свои пререшения и по той причине, что уже на небе пребывать с Богом не может. Крешный человек. Он потерял это. Ну, ничего, заберемся на небо сами. без Бога. Вот, как бы, такая мотивировка этого строительства. Сделаем себе имя, прославимся своим человеческим могуществом. Как коммунисты говорили, построим рай без Бога на земле, так же вот эти люди наподобие этого. Достигнем неба сами. Да, и вот в этом строительстве, конечно, мы можем усмотреть такой вот прямой вызов небу, прямой вызов Богу. Можем вот усмотреть. Кроме того, руководством этого строительства завладели люди, самые нечестивые. И при постройке этой башни, которая стала бы центром теперь, от которого будут расселяться люди, ну, как бы, столица это будет всех народов, они, как бы, постройка этой башни узаконивали свое главенство над всеми племенами, которые потом будут расселяться, как бы, вот, и таким образом верховенство свое желали утвердить, что тоже было неугодно Богу, потому что это нанесло такую морально-духовную, нравственную опасность для людей, которые не все были развращены в такой мере, чтобы бросать сразу вызов небу, как эти люди. Самое первое повествование постройки города нам дает Библия тогда, когда рассказывает еще о истории Каина, а здесь, в данном случае, Библия также указывает еще и на их дурное намерение. Воздвигая подобную колоссальную башню, строители ее хотели поставить памятник своему искусству, себя, как бы, бессмертить. Ну, здесь все, здесь и гордость, вызов небу, и тщеславие, и, кроме того, святые отцы увидели в этом их намерение еще и желание помешать осуществлению божественного пророчества о всеобщем рассеянии потомков Ноя, о котором говорится в 9 главе 25-27 стих, где Господь благословляет семейство Ноя после того, как они вышли с Ковчега и говорит о том, что дораспространится Иофея там, сим, дораспространится, расселится. Ну и кроме того, давайте вспомним, было еще и заповедь Господня первому человеку «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, наполняйте землю, то есть, не в одном месте, а везде расселять. Пусть люди живут и на севере, и на востоке, и на юге, везде». Это была воля Божия, это было Божие благословение. И вот такие исследователи Священного Писания, которые об этом говорят, объясняют нам это место, находят в этом их желании построить эту башню, некое такое стремление воспрепятствовать этому Божьему пророчеству о рассеянии потомков Ноя. «Сделаем себе ими». Эти вполне прямые и ясные слова не оставляют нам сомнений в отношении честолюбия, властолюбия и вообще богопротивных намерений устроителей Вавилонской башни. Я сегодня с одним человеком разговаривал по поводу Вавилонской башни. Я говорю, «Ну как ты думаешь, почему Господь смешал языки и народы расселил? Ведь хорошо, когда один язык». Вот я вот сам об этом думал, лучше бы они эту башню строили, строили, строили. Чем столько грехов, сколько было. Ну, немножко так пошутили по этому поводу. Но действительно в таком строительстве человека очевидно было и порочное основание, и мотивировка была небогоугодной. Поэтому Господь да, и сошел Господь посмотреть город и башню, сошел Господь посмотреть опять-таки не понимаем буквально, как я вам уже об этом раньше объяснял, говорил. Это форма, фигура речи лишь. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И когда Господь смешивает их языки, и действительно люди приступят себя понимать друг друга, бригада работает, каменщики здесь, здесь месяц раствора, здесь подают грузчики, тут подвозят подводы, и перестают другую руку понимать, ну какой там стройкист, тут уже очевидно. Цитирую, есть такой духовный писатель 19-го столетия, Властов, он написал несколько статей, потолкование, существует писание, Господь снисходит на землю, когда не представляя последующих событий воли людей, Он готовится чудесным образом расстроить их планы. Господь снисходит видеть город и башню, потому что создание их доказывало глубокую порчу души, и этим выражением указывается на то, что Господь обратил особое внимание на грешников и решил предпринять меры к разъединению их. Вот Властов, Властов. Духовный писатель 19 века, он увидел такую причину и указывает на нее, что Господь решил расстроить намерения грешников для того, чтобы их разъединить, ибо когда люди в единстве, они могут действительно достигать больших успехов. В данном случае успехов в плане греховных замыслов, греха. Бог, стоян златоуст, цитирую, опять-таки, обыкновенно поступает так, когда намеревается послать наказание, то прежде показывает великость грехов и как бы представляет оправдание, а потом уже наказывает. То есть, сначала Господь являет людям причину, почему будет наказание, для их вразумления, и только после этого следует наказание Божьим. Так пишет Златоуст. Видя, что человечество твердо стало на путь нечестия, милосердный Господь и решает сам чрезвычайным действием своего всемогущества свести снегу людей и тем самым спасти их от полной нравственной порчи. Это слова Энзотоустов. И рассеял Господь, 8 стих читаем дальше по тексту. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял и Господь по всей земле. Поскольку единство языка людей связывает и заставляет их сплотиться, постольку же различие в языке людей разъединяет. За примером далеко ходить не надо. Мы знаем одну очень близкую нам страну, где любое слово, которое напоминало русское слово, постарались заменить чем-то иным. Вот был, например, вертолит, стал геликоптер. Собственно говоря, чем вертолит плох, не знаю. вполне украинское слово. Но уж больно напоминает русское слово вертолет. И уже такие извращения и полонизмы, и заимствования в австрийском языке, и какие-то западенские выражения, которые на востоке вообще не знают. Все постарались оттуда перетянуть, чтобы побольше, как можно больше этот язык отличался теперь от русского. Причина какая? Мотивировка какая для этого? Да, конечно. Не просто показать, что мы другая нация, а чтобы разъединение произошло, чтобы побольше дистанцироваться от москалей и так далее. Ну, вы все поняли, все о ком я говорю. Это как пример просто. Смешением языка и растением племен, как я уже сказал, разрушалось богопротивное дело. А кроме того, предупреждалось еще намерение объединиться племенам под властью нечестивых предводителей. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. Этот стих представляется заключение всей истории Вавилонского столпотворения. А, кстати, что такое слово столпотворение? Что оно вообще означает? Столпа. Да. Чтобы вы понимали, в древности все высокие сооружения или даже камни, скалы называли столпом. Столп. И был такой разряд святых, такая категория подвижников-отшельников, которые несли подвиг на каких-то возвышенностях, где-то на скале может быть человек отшельничался, ну, чтобы, говорится, людей не видеть, уединялся. И вот их назвали столпники. Столпники. Поэтому выражение вавилонское столпотворение можно перевести, чтобы понятное было, вавилонское строение башни. Поняли, да? Потому что такое выражение является расхожим. Иногда слышится, ой, там у вас столпотворение вавилонское происходит. То есть, как будто какой-то хаос. На самом деле, столпотворение это вполне организованное делание башни, созидание башни, строение башни. По смыслу данного текста происшедшее здесь чудо смешения языков дало свое имя и самой местности. Потому что слово вавилон родственно еврейскому глаголу балал, что значит смешивать. Есть также предположение, что это имя делится на составные части баб-бел, то есть двор или ворота бела. Бел-бела это древнее божество вавилонское. Однако, вот это вторая версия, что вавилон произошел от выражения ворота бела, оно скорее все-таки не выдержит крестики, потому что культ бога бела возник гораздо позднее. Нет свидетельств, что во времена строения башни вавилонской уже этот культ существовал. Нет свидетельств таких. Поэтому, скорее всего, все-таки выражение вавилон происходит от еврейского глагола балал, что значит смешивать. Там Господь смешал языки, и поэтому это место получило название Вавилон. И еще у этого названия Вавилон есть еще нарицательное такое значение, когда говорится о месте, о каком-то городе процветающем, но в котором царит грех, и грех процветает, то иногда это место называют Вавилон. Вавилонская блудница это образ из откровения на богослово. Ну, некоторые полагали, что Вавилон это Москва, другие говорят, это Нью-Йорк. Но так или иначе и так и так можно употребить, когда мы имеем в виду оценку нравственного состояния жителей какого-то города. Вавилон стало такое название нарицательным. С отрицательным, кстати, значением. Поэтому вызывает удивление, когда иногда встречаешь магазин под названием Вавилон, знаете, или что-то там еще подобное. Нам-то людям, которые Библию не понаслышке слышали, а читаем конкретно Библию, нам становится понятно, что магазин под названием Золотой Телец или Вавилон имеет очень отрицательное значение. У нас был магазин раньше такой Золотой Телец в Севастополе, где продавали золото, ну, альвилерные изделия. Потом они название сменили. Молодцы. Додумай, догадались. Ну, поначалу назвали так, не думая об этом. И так, далее в одиннадцатой главе следует родословие Сима. Пробежим вниз глазами по этим именам и обратим внимание на тридцать первый стих. Я вам зачитаю. И взял Фара Авраама сына своего Илота сына Аранова внука своего и Сару невестку свою жену Авраама сына своего и вышел с ними из ура Халдейского чтобы идти в землю Хананскую. Но до деда Харана они остановились там. Итак Фара как отец Авраама пока что еще с одной буквы Авраам получил с Бога призвание выйти из ура Халдейского вот отсюда ура Халдейский располагается вот здесь и направится в землю Хананскую. Но здесь у нас Аравийская пустыня. Поэтому путь их лежит по местам обитаемым где можно путешествия совершить более безопасно и они тут заходят сначала на север с тем чтобы потом упуститься на юг. И вот здесь как я уже сказал чуть-чуть севернее города Алеппо современного где эти бои сейчас идут вот здесь располагается город Харан и туда они дошли и вот здесь Фара остался отец Авраама Авраам дальше пошел в землю Хананскую это земля Хананская как ту землю обетованную обетованную значит обещанную Богом которую Бог определил Аврааму для его расселения для его потомства как землю которую он даст Аврааму в наследство и он взял с собой жену цару и племянника по имени Лот и вот они втроем фара остался здесь они втроем пошли сюда о чем я вам сейчас и расскажу зачитав по библине как хорошо как по карте правда когда ее нет где там этот храм где-то орхалдейский читаешь и совсем не понимаешь с карты как-то складывается хорошо в уме и даже и запоминается лучше итак 32 стих и был одни жизни фары 205 лет и умер фара Харания вот в этом фрагменте в конце 11 главы мы впервые встречаем упоминание о Аврааме это великий праведник Итхва Завета и он назван отцом всех верующих почему так об этом мы еще будем рассуждать просто хочется сразу же с первых упоминаний о нем ваше внимание на его личности и на истории его жизни заострить глава 12 читаем дальше по тексту и сказал Господь Аврааму пойти из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю которую я укажу тебе и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благословении я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные вот кстати интересный момент это ведь пророческое предсказание в Аврааме благословятся все племена земные не только племя потомков Авраама которые были уже потом по национальности это евреи были но все племена земные будут благословлены в Аврааме и пошел Авраам как сказал ему Господь и с ним пошел вот Авраам был 75 лет когда вышел из Харана Авраам был 75 лет когда вышел из Харана Ну, по нашим меркам, это уже старец. Но с учетом того, что Авраам стал отцом в 100 лет, я скажу, это еще вполне мужчина в расцвете силы и в силах. Сейчас мы упомянем его жену и поразимся ее 65 годам. Она на 10 лет была моложе Авраама. На 10 лет моложе. Поразимся ее состоянию в 65 лет. Женщины будут завидовать. И явился Господь Аврааму. Это у нас 7 стих 12 главы. И здесь мы можем сказать, что это первое библейское известие о явлении Бога человеку за послепотопный период. Хотя существо Бога невидимо и непостижимо, но тем не менее, из священного писания нам известен целый ряд внешних образов, в которых Господь себя открывал людям. Здесь у меня прям подборка цитат книга Бытия. 18 глава, 21 глава, 31 глава, 32 глава и так далее. И так вот, одним из подобных богоявлений было, вероятно, и данное. И создал там Авраам жертвение Господу. А почему Авраам создает жертвение Господу? По каким причинам? По каким мотивам? Из-за чего у него такое желание возникло? Ну, как вы думаете? Для чего жертвенник он создал? Ну, здесь Адама вы владеете. А? Благодарим. Да. Смотрите, Бог дал Аврааму обетование. Он сказал о том, что от тебя произойдет великий народ. Те, кто тебя будет благословлять, ну, грубо говоря, кто будет с тобой дружить, кто будет о тебе хорошее говорить, кто будет тебе делать добро, тех благословлю я, говорит Господь. А злословящих тебя прокляну. Это Господь говорит. Давайте представим себе человека или даже целый народ, который будет злословить Авраама, и нам сразу становится, ну, понятно, какая у него печальная будет участь у этого народа или у этого человека. Господь сказал. Смотрите, Авраам какие благословения получил. И поэтому, конечно, первое же побуждение, когда он эти благословения получил, которые никогда никакой другой человек от Бога не получал, конечно, возникло желание создать жертвенник и принести Богу жертву благодарственную. Я вам уже говорил об этом, что жертва и жертвоприношение – это непременная принадлежность любой религиозной жизни. В любой религии, какую вы возьмете мировую религию, начиная от самых примитивных языческих и кончая христианству, всегда есть место жертвы. И всегда есть некое жертвоприношение. И поэтому это и в древние времена было, может быть, в более примитивных формах это и сегодня есть. И вообще мы знаем, что жертва Богу, Дух сокрушен. То есть мы знаем, что есть сердечная еще жертва Богу, есть бескровная, есть словесная жертва, но все равно эта жертва всегда есть в нашей религиозной жизни. И религиозной жизни без жертвы не бывает. И вот Авраам, он создает жертвенник, приносит ей жертву для того, чтобы отблагодарить Господа за его благословение и обетование, а также надо полагать и с целью увековечить вот таким внешним как бы сооружением жертвенника, как памятный знак остается. И вообще любой жертвенник это уже святыня с того момента, как на нем принесена хотя бы одна жертва. И оставить как бы такой памятник явления Бога Аврааму. Для него это было событие. Ну, в общем-то, для всего человеческого верующего это было событие, потому что мы не случайно это изучаем. И поэтому Авраам создает жертвенник, как памятный знак оставить в этом месте, где Господь ему явился, но и для того, чтобы Бога отблагодарить. Восьмой стих. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Вот здесь немножечко, опять-таки надо на карту вам указать, пояснить где-то место, потому что не совсем понятно. Вифиль, Гай. Можно так сказать, это немножечко севернее Иерусалима. Вы знаете, где Самария расположена? Вот Израиль состоит как бы из трех частей. Иудея внизу. Иудея. Это Иерусалим. Это туда ниже, уже к Мертвому морю. Дальше Самария идет. А Галилея, это там Галилейское море. А между Галилеей, Галилейским морем и Иудеей Самария. Вот Самария, столичный город был Сихем. Если кто-то из вас помнит беседу Самарянки со Христом, пятая глава Евангелия от Иоанна, если не ошибаюсь, пятая глава, да, по-моему, пятой главе, то она говорит, наши отцы поклонялись на этой горе, а вы, то есть иудеи, говорите, что поклоняться нужно в Иерусалиме. Помните этот фрагмент, да? Вот она указывает на эту гору. И это столица Самарии, город Сихем. И вот здесь говорится о том, что Авраам пришел в Вифиль, а это местечко расположено в пяти милях на юг от Сихема. То есть, это все равно севернее Иерусалима, но немножечко южнее столицы Самарии, ближе к Иерусалиме. Иерусалим находится внизу. Показывать на карте, да? Но покажу. Вот перед нами Палестина. А вот город Иерусалим. Вот это Мертвое море. Где раньше были Содома и Гаморра. А вот здесь, выше, в Пилерейском море, ну, к сожалению, мелкая очень карта. Откройте Библию. Там Палестина во всех библиях есть, в конце. Так вот, смотрите, вот Иерусалим, а вот Галерейское море. И вот между ними был Самария. И вот здесь город Сихем, чуть-чуть южнее Сихема, но три часа от Иерусалима. Не знаю, там три часа ходьбы или езды на лошадях. То есть, немножечко севернее Иерусалима. Авраам поставил свой шатер. Это местечко называлось Вифиль. Обозначение пути, переведенное в нашей Библии, как выражение «к югу пошел», в еврейском тексте заключает в себе указание на вполне определенный южный округ Палестины. То есть, на русском языке в переводе говорится, что пошел к югу. А в еврейском тексте вот это выражение «юг» конкретно имеет свое географическое местоположение. И носит название Негеб. Мне сразу вспомнилось, что в Израиле на юге есть пустыня под названием Негев. Слышали такое, может быть, да? Ну, там всякие испытания проводились, оружие пустыни Негев. Так вот, Негев – это то самое место библейское, которое Негеб. О нем говорится в 13, 20 и 24 главах книги Бытие. Само название Негеб указывает на пустынный или степной, но все равно пустынный характер данной местности. Так, и создал там жертвенник и призвал имя Господа. На этом новом месте своего поселения Аврам, прежде всего, спешит, как всегда, выразить чувство благодарности Богу. То есть, опять создают там жертвенник. Но есть еще и другой мотив для создания жертвенника, принесения жертвы, помимо благодарности. А именно, теперь Аврам находится в среде хананеев, язычников, и он перед ними, перед лицом этих людей, исповедует свою веру в единого Бога. Вот у вас есть свои зевоги, вы язычники, а я пришел с верой в другого Бога. И вот этому Богу своему, Богу Израилеву, я здесь жертвенник и ставлю. То есть, здесь святые отцы еще увидели указание на то, что Аврам исповедовал перед язычниками веру в Бога истинного, в Бога единого. Ну, конечно, это носило и какое-то проповедническое значение, назидательное значение. Почему назидательное? Потому что в истории Израиля много будет таких моментов, когда язычники будут видеть, что Израиль со своим Богом могущественнее, несмотря на то, что и воинов меньше, и, в общем-то, люди такие невоинственные. И наоборот, язычники будут видеть и другую картину. Когда израильтяне вдруг забывают своего Бога и уклоняются в язычество, он становится бессильным. И все язычники его расхищают, разоряют, берут в плен, порабощают и так далее. То есть, таким образом, Израиль становился для всех, как бы, вот таким индикатором, как бы, скажем так, таким примером назидательным, на образе которого все остальные народы должны были увидеть и прийти к мысли о том, какой Бог истинный. И даже есть такой момент, когда Моисей ведет свой народ из Египта, и по пути встречаются там какие-то племена, и они говорят, мы знаем, что ваш Бог победил тех, тех, тех и тех. Мы вас боимся. Мол, о вас пришло раньше, чем Истов пришли. Мы знаем, что ваш Бог силен. Вот это вот такое сообщение Библии о том, что язычники знают о том, какой Бог у израильтян. Оно ведь почему? Потому что Израиль был такой, понимаете, проповедью и свидетельством об истинном Боге. А может кто-то из вас вспомнит такой персонаж, как Рааф, блудница Рааф по имени Рааф, которая жила в городе Иерихон? Помните? Кто не помнит, я расскажу. Когда два разведчика пришли в Иерихон, чтобы разузнать, какие здесь стены, насколько город силен, потому что израильтяне собирались его штурмом брать, то их опознали за чужаков и устроили за ними погоню, потому что за Иорданом уже иерихонцы видели, что стоит огромный стан, лагерь израильтян. Они уже поняли, что вот пришельцы, которые на нашу землю посягают. И они, этих двух сагадатаев, разведчиков, сразу распознали за лазутчиков и устроили за ними погоню. И Рааф, женщина по имени Рааф, прячет их в своем доме. Дом ее был расположен в городской стене, или можно сказать, примыкал к стене. То есть с этой стороны город, а той стороной окном оходит через городскую стену вне города. И вот она им говорит, я знаю, что с вами Бог. Это место Бог вам отдал. Я забыл, как конкретно она сказала, чтобы сейчас не наврать, но мысль ее была такая, что она знает израильтян и знает, какой их Бог. И знает, что противиться против этого Бога невозможно. Это истинный Бог. Вот Рааф, блудница, кстати, она потом и вошла в число одного из предков по земной родословии нашего Господа Иисуса Христа. Хотя вообще была не израильтянка. Она их укрыла, она их спасла, она позволила их спуститься через свое окно и спастись бегством. И только же взяла с них обещание, клятву, чтобы ей жизнь сохранена была и ее семейству. И они ей пообещали, действительно, когда израильтяне Иерихон взяли, то Рааф, она была пощаджена за свои заслуги. И, как мы понимаем, возможно, потом ассимилировалась и стала израильтянкой. Ну вот такой интересный момент. Язычники знают, они знают о Боге Израиле. Поэтому Израиль, и в общем-то, пока что еще прародители Израиля, Авраам, они от Бога не просто потому получают какие-то благословения, что Бог их так возлюбил, а других не так возлюбил, а потому что это люди, которые сохраняли веру в истинного Бога, и через них остальные народы должны были прийти к пониманию этого, где Бог истинный, и к пониманию ложности своих богов. Поэтому миссия служения Израиля было не просто благоденствие и почивание в лаврах таких, что Бог с нами, Бог все благословил, нам все хорошо, Господь там нам все устраивает, хорошие урожаи, море выплевывает жемчуг, все у нас в шоколаде. Нет, не для этого Господь нас врут избрал, а чтобы Он служил вот таким, понимаете, индикатором, таким проводничком. Ведь там даже пророки говорили, что если ты не будешь слушать голоса Бога Израилева, то рассею тебя по лицу всей земли и будешь посмешищем у всех народов. Вспомним в средние века, как евреев не любили везде в Европе, как их отовсюду изгоняли. Вот вам, пожалуйста, если не будешь слушать меня, голоса моего, рассею тебя и будешь посмешищем у народов. Это все действительно пророческое предречение сбылось. Поэтому Авраам, когда приходит на это место в Ефиле, он строит жертвенник не только для того, чтобы Бога возблагодарить, но для того, чтобы засвидетельствовать о своей вере перед этими людьми, которые его окружают, соседями. Ну, неизвестно, как они к нему отнесутся. Может, не совсем дружелюбно, но Авраам этого не боится. Потому что речь идет о его вере. Будет другой пример, когда Авраам проявит слабину и забоится, боязнь проявит. Но мы об этом сейчас прочитаем. Но там другая ситуация. А здесь Юзрича верь. А за веру, как известно, все, кого мы называем святыми, они могли даже умереть за веру. Итак, читаем дальше. Десятый стих. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Выражение сошел употребляется, наверное, потому что нам наглядно по карте видно, что он спускается вниз на юг. А вот вам, пожалуйста, Египет. О, дотянулись до него. Видите, Египет. Здесь река Нил и большая вокруг Нила плодородная пойма. Заленные луга. Не знаю, почему сегодня Египет экспортирует пшеницу, но во все времена и в античные времена Египет был всегда житницей для всего Средиземноморья. И кто владел Египтом, тот владел и Римом. То есть, когда там происходили какие-то интриги и перевороты в борьбе за власть в Риме, какой полководец станет там во главе, то прежде всего стратегическим пунктом было захватить Александрию. Кто захватил Египет, тот контролирует потоки пшеницы, потоки хлеба в Рим. Тот, в общем-то, держит свою руку на горле Рима. Это место было очень важное. Почему сейчас нет у них хлеба, не знаю, Россия поставляет в Египет хлеб. Но тогда, тогда, в те времена, житницей всего Средиземноморья был именно Египет. И поэтому, когда наступал голод в Палестине, в Аравии, аравийские бедуины все подходили к Египту и там где-то вот и спасались от голода. Но так или иначе, Авраам сошел в Египет пожить там, потому что усилился голод по всей земле. Надо сказать, что для Авраама, очевидно, это было испытанием его веры. Потому что ему же Господь благословил вот ту землю ханаанскую, там жить. А тут голод его сгоняет. И он вынужден уйти из той земли, которую Бог ему даровал. И тут как бы у любого человека может что-то в душе заколебаться. Как же так? Меня Господь сюда определил. А я здесь выжить не могу. Я здесь умру. Я вынужден это место оставить. Что-то здесь не так. Может быть, что-то не так. Поэтому это было для Авраама испытание веры. И вот он приходит, ну, как мы потом в последствии знаем, Авраам все испытания веры, конечно, доблестно перенес и веру свою продемонстрировал. Но вот тоже не просто его был путь. Не просто Господь его избрал, все сразу ему дал, и у него никаких не было в жизни борений, испытаний. Авраам спускается к Египту. Когда же он приближается к Египту, читаем дальше, 11 стих, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом». Напоминаю, 65 лет женщине. «И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Странно. Мне больше друга восхищает, что женщине через 65 лет она пленяет сердца мужчин. Прямо пленяет. Когда придворные царя, фараона, увидели Сару, и узнали, что она все лишь сестра Аврааму, то они ее забрали в гарем к фараону, и начали готовить ее бракососочетанию с фараоном. А? Как вам это? Вас занимает, что Авраам схитрил, а мне занимает, что она понравилась. Да. А потом еще царь Авимилех. Попозже об этом тоже прочитаем. Тоже на него, что называется, запал. И тоже захотел на нее жениться. Да. Может, просто обороны такой мужчина, что у него такая женщина. Не понял? Авраам достойный очень. Очень достойный. Да. 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 Я вашу мысль понял. То есть, мысль такова, что Авраам был известен, он был как бы человек в авторитете, ну, как бы о нем слух уже был, то человек достойный, небедный человек, знатный, Богом благословленный. Ну, почему бы с ним не породниться? Почему бы не породниться? То есть, ваши мысли, в ваших словах есть логика. Дело в том, что такое объяснение тоже есть. Я читал об этом. Ну, давайте рассудим. Вот фараон, огромный Египет, царь, золото, а тут кочевник, извините меня. Ну, конечно, у него есть стада. Ну, таких, как Авраам, было немало, ведуинов. поэтому, ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, что, не, получается, смотрите, если отец, фараон, он умер в 205 лет, ну, вот, написано, да, и ушел ему 205 год. То есть, я так понимаю, что это был возраст ниже среднего, и было лет 30 по нашим местам. Ну, я хочу сказать, что, я хочу сказать так, это вульгарным языком, все-таки товарный вид сохранило. Вот в чем дело, понимаете? Они-то жили, может быть, долго, и, может быть, качество жизни было неплохим, ну, извините меня, а морщины, а седые волосы, съеденные зубы, ну, там лифчиков не было, но грудь тоже, наверное, уже не такая красивая. Вы меня простите. По песню. Ну, во-первых, он ее отдал, ее забрали. Вопрос был, вопрос был в том, я хочу обратить ваше внимание на то, в условиях каких оказался Авраам. Это мы сейчас можем подшучивать, как он схитрил, как это он здорово вывернулся, ну, настоящий отец своего народа, да. Дело-то в том, что обычаи, тогда были такие, что за красивую женщину человека запросто могли убить. Почему он боится, что его убьют? Он же не говорит, что, а вдруг там тебя кто-то захочет соблазить. Он конкретно говорит, меня убьют. Он знает, что его убьют. Потому что мужей, красивых женщин, убивали. У кого есть сила, власть, в данном случае он приходит в Египет, чужой народ, воины, царь, что захотел, то и сделал. Ты ничего не сделать не можешь. И теперь смотрите, его убьют, а с ней сделают, что захотят. Как с наложницей поступят, может быть, как с рыбыни, может быть, там, солдатам отдадут на потеху. То есть, он не только себя спасает, он ее тоже спасает. Потому что он, уважаемый человек, это, извините, его сестра, с ней уже плохо не поступят. Поэтому он не только себя спасает. Мы должны это понять, что участь сары была бы тоже незавидная. Ибо кто там будет с рабыней, с беззащитной женщиной, у которой нет ни рода, ни племени, которая за нее заступится. Кто? Саврам убит. Ее участь была бы тоже очень печально, трагично, возможно. Поэтому не так все просто, как нам кажется на поверхности. Какой хитрый Авраам. Но еще и вот какой момент. Оказывается, Сара это дочь отца Авраама. Это дочь Фары. Но только другой матери. То есть, по сути дела, она ему действительно сестра. Поэтому Авраам не солгал. Конечно, хитрость он допустил. Он выставил ее не как жену. Но по большому счету он не так уж он и солгал. Поэтому не так все просто. Широко это практиковалось, убить мужа ради женщины с переселенцами из Аравии. Особенно тогда, когда они вынуждены были в Египет идти по причине голода. и там красивые женщины, они вот могли пользоваться спросом. Есть такие свидетельства, что аравийские женщины были так по внешности красивее, чем египтянки. может быть. это, наверное, тоже ловится. Да, да, да. Ну, то есть, целокупность факторов. Поэтому давайте всякие такие смешки отставим от личности предпочтенного и праведного Авраама. А просто будем читать о том, что нам повезут в Библии, которая, так или иначе, немножечко открывая нам и слабости этого человека, лишний раз подчеркивает правдивость истории, которую описывает. Потому что история не причёсанная. Вот та история, которую мы читаем, библейская, потом евангельская, она нам даёт образы Петра, который хвастал своей верностью, а потом отрёкся. Да? Она даёт образ Авраама, который два раза свою жену выдал за сестру. И это всё говорит о том, что это реальное событие, где действительно мы видим, у святых людей были слабости. Да? Это можно сказать, назвать слабостью? Ну, пусть бы он был героем, он умер бы и зато бы не солгал. Но давайте не будем так говорить про него, потому что сами как бы мы поступили, когда перед нами поставил вопрос жизни и смерти. Уж не думайте, что каждый из нас готов лечь на амбразуру. Далеко не каждый. Это подвиг великих людей. Да. А большинство из нас зачастую может проявить слабину и где-то избрать более компромиссный вариант. Поэтому и не будем кидать камушек ни в Еву, которая сняла плод и угостила Адама, ни в Авраама, который жену свою выдал за сестру и подобные вот события, которые мы читаем. Про Лота будем читать, как он со своими дочерьми переспал. Об этом тоже будем читать. Лот, праведный, Лот, племянник Авраама. Не будем говорить, что это поступок его был достойный, хотя есть какие-то у него оправдания. Но будем просто видеть в этих историях людей праведных, вецхозаветных, что у них тоже были слабости и Библия о них не умалчивает. Тем самым лишний раз подчеркивая реальность и правдивость того, что нам она рассказывает. Итак, я уже сказал, что не совсем здесь была и ложь, когда Авраам сказал, что она сестра, потому что она действительно была сестра, хотя, конечно, он хотел прежде всего это и выставить, для того, чтобы скрыть то, что она ему является женой. «Дабы мне было хорошо ради тебя и дабы жива была душа моя через тебя» выражение. Это выражение очень трудное для понимания, но это одно из тех мест Библии, которые доказывают правдивость священной летописи, как я уже сказал, именно явным указанием тех слабостей, которые мы увидим и у Давида, и у Соломона, и у Иакова, и у других праведников. Помните, я вам рассказал в притче о том, как прихожанка шла из храма со своим мужем и осуждала Еву. Тогда некий богатый человек, услышав этот разговор, пригласил их в гости и угостил их шикарным обедом. Помните этот рассказ? И тогда мы все поняли, что, наверное, на месте тех людей, которых мы иногда осуждаем, может быть, мы поступили бы так же. Поэтому хорошее из правила любого духовного человека не осуждать. Нет, просто было непонимание. Мы же не знаем в то время их традиции. Все-таки мы посмеялись, что Авраам хитро поступил. Хитро поступил. Я поэтому и предостерегаю. Мы увидим на странице много таких моментов. Давид переспал с Версавией с женой своего военачальника. А его отправил в бой и послал гонца сказать начальнику поставьте где-нибудь, когда будет сильная битва и когда враг будет напирать, отступите все от него, чтобы за него не оказалось телохранителей. Он не просто сказал пойдите его убейте. Ну сделайте так, чтобы его убили. Давид, великий Давид. Посмотрите, такие примеры мы будем изучать по Библии, будем в этом читать. и давайте не будем над ним смеяться или как-то осуждать, потому что это лишний раз напоминает нам, что и у праведников были грехи. Предположения Авраама, что Сара приглянется египтянам, они, конечно, сбылись. 15 стих. И увидели ее или мужа фараоновы и похвалили ее фараону и взята была она в дом фараонов. И Авраама хорошо был ради нее и был у него мелкий и проплес кот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дома его засару, жену Аврамову. Какие это были тяжкие удары, мы не знаем, но у Авимелеха аналогичный пример, мы знаем, что там был как бы бесплодием Господь поразил дом Авимелеха. как здесь было, мы не знаем, но суть только в том, что до фараона дошло. И он призвал Авраама и сказал, что же ты это сделал со мной, для чего не сказал мне, что она жена твоя. И я взял, для чего ты сказал, что она сестра моя, и я взял было ее себе в жены. Теперь вот жена твоя, возьми и поеди. Надо полагать, что она женой фараону не стала, хоть какое-то время в Гаремии прожила. Ну, видимо, какой-то испытательный срок. Да? А вдруг она сестерва такая? Надо же сначала узнать. Возможно, подготовительный какой-то период. Может быть, свадьбу нельзя сразу, завтра объявить. Там, знаете, надо сначала стадо пригнать, да помыть, да зарезать, да приготовить. Может быть, какие-нибудь косметические мероприятия надо выполнять, там, намащивать духами, благовония, ну, такие обычаи были. Положено было, прежде чем султану подать очередную жену или наложницу, ее там, знаете, несколько недель или месяцов обучать, объяснять, рассказывать, как себя вести, какой рукой, какую вилку брать, извините, и какими духами как пользоваться. То есть, это все было принято так. И поэтому какой-то период проходил, она женой ему не стала, хотя взяли ее в жены. И он говорит, возьми ее и пойди, возьми ее и пойди, иди отсюда. Ты нам уже много принес счастливых минут, неприятных переживаний, иди отсюда. И дал о нем фараон повеление людям и проводили его, и женой его, и все, что у него было. А у него, видимо, уже и прибавилось, когда провожал он. Да. Ну, видимо, подарки были. Ну, здесь прямо не говорится, это мы можем домысливать, потому что есть такое указание, что ему было хорошо, и у него был мелкий, крупный скот, и ослы, и рабы, и рабы, и лошаки, и верблюды. То есть, Авраам постепенно нажидовал свое богатство. Постепенно. Но уже к моменту рождения у него сына, это был богатейший человек, который имел больше трехсот слуг, которых можно было поставить, что называется, под ружье, то есть, дать им оружие и создать им дружину. Больше трехсот. Это мы не берем мальчиков, не берем жен, женщин, не берем уже старцев, которым уже тоже старые слуги были, погонщики всякие, скота. И он был, очевидно, так богат, как какой-то земной царь. Только что у него не было своего города, своего государства, а так он был как бы им равня. Итак, Авраам выходит из Египта и Иоанн Златоус пишет «Кто видел, как он прежде, побуждаемым голодом, шел в Египет со страхом и трепетом, а теперь возвращался оттуда с такой славой, обилием и богатством, познавали из этого силу Божия о нем промышления». Силу Божия о нем промышления, то есть силу божественного промышления о нем. Вот Иоанн Златоуст увидел в этом такой момент. Тринадцатая глава. Авраам с лотом возвращаются из Египта. Все, они пережили момент голода, возвращаются опять на юг в землю Хананскую. И поднялся Авраам из Египта, видите, он сошел, теперь он поднялся. Выражение очень картинное, но вполне подходящее для людей кочевых, таких, каким был Авраам и его все семейство с рабами, со слугами, со слугами. Они были кочевниками. И лот с ним на юг пошли они. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вейфиля до того места, где у него был шатер, благодарю вас, и где он тогда, когда туда пришел, создал жертвенник. То есть он вернулся туда. И поскольку у лота, у его племянника тоже был мелкий, крупный скот, то случилось так, что у пастухов лота и пастухов Авраама возникла между собой расприя. Потому что ну где кому на каких пастбищах свой скот выпасать. Не Авраам с лотом поссорились, нет. А вот их слуги, они там между собой какие-то имели трения, и для того, чтобы поскольку стадо уже разрослись, для того, чтобы вот этих неудобств избежать, ненужных таких трений, Авраам с лотом решили разойтись в разные стороны. И Авраам как старший, лот ему был племянник, наверное, как более мудрый, он сказал, вот перед тобой вся земля, дорога моя, выбирай, куда ты хочешь, а я пойду в другую сторону. И лот избрал ту местность, которая была очень плодородна, очень хороша была для жизни, но которая, как потом мы узнаем, была очень сильно повреждена в плане нравственности и в плане греха. Это то место, где располагались древние города, Содом, Гамора, и там еще несколько мелких городов, и которые сегодня на карте мы видим в виде Мертвого моря. И вы знаете, что Мертвое море и сегодня в Израиле это место, где ничего не живет, ничего не растет, хотя некоторые делицы из проклятого места делают какие-то косметические средства, надеюсь, которые вы не потребляете, потому что раз Бог проклял это место, ну, что же там, уже как-то можно обойтись, наверное, без этих средств. Как и без косметики, которые делают из абортивных материалов, там, из пациентов. Тоже такое делают, но я думаю, для нас, людей, которые понимают, что это такое, этот каннибализм, людоедство, мы этим пользоваться не будем. Правда, женщины? Не будем. Сразу говорю, потому что некоторые, просто не подумав, купят что-нибудь, там написано, из пациента, ой, как хорошо омолаживает, оно тебе надо, если за этим стоит такое чудовищное преступление, или минералы мертвого моря. Да минералы такие мертвого моря, как у нас, вот в саках тоже есть лечебная соль, пожалуйста, только там более раскручено, не, ну, то же самое, то же самое, те же минералы, та же соль, понимаете? Ну, мертвое море, место проклятое Богом. Не знаю, конечно, можно съездить, то посмотреть, но как-то вот лечиться, или там думать, себя как-то омолодить, какую-то пользу для себя получить с такого места, я думаю, это не совсем, как бы, будет в духе нравственности, религиозной. Как вы считаете, О, молодцы, друг. другое мнение, западать воды Ирдана. Угу, и? Вот в Ирдане, пожалуйста, и омывайтесь, священная вода, а то место проклятое Богом. И не случайно. И, кстати, еще, в книгах, еще до революционных я читал, в современных источниках не встречал это, потому что сегодня туристы ездят туда и должны что-то рассказать, почему-то нет таких свидетельств. Но вот в революционных книгах приходилось читать, что на берегу Мертвого моря растет интересная яблонька, невысокая, но очень много плодов, яблоки, красные, сочные, на вкус медовые, когда откусишь. А через пару минут во рту начинается такое жжение, такая горечь, которая несколько дней заесть невозможна. И писали о том, что это очень хороший образ, как ему привлекательен на первый взгляд, а потом оказывается непригодным и ядовитым. Лот избрал место удобное для жизни, но не учел, какие люди там живут. Люди развращенные, где даже дети, дети уже были сражены развратом. Не случайно те грехи, которые сегодня постыдно даже и наименовывать, называются содомскими грехами. Вы все взрослые все понимаете. Из этого есть, кстати, очень для нас назидательная и поучительная вещь, вывод отсюда идет. Когда мы выбираем место для жительства, что мы ставим во главу угла? Что для нас самое главное? Ага, инфраструктура. Где школа, больница, магазин, далеко ли для троллейбуса? А задайтесь вопросом, а где храм поблизости? Удобным ли будет в храм детей водить, им самим бегать, когда им будут 5-15 лет, и когда мне будет уже 65? Да? объявляться самое главное. Все это пройдет наносное. Деньги, квартиры, карьеры, машины, сады, огороды. И останется вот ты и Господь, и твоя жизнь в вечности. И для тебя храм будет важнее, чем близость магазина, станции, метро и так далее. Надо об этом думать всегда. Вот лот об этом не подумал и вынужден был потом это место оставить. Но как это произошло, мы об этом поговорим уже в следующий раз. А на этом мы сегодня закончим на такой нотке. Субтитры создавал DimaTorzok